То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Эти слова можно отнести к сборной России по биатлону. После допингового скандала успешное выступление в Пьенчанге стало казаться чем-то из разряда фантастики. Что ж, чудеса, оказывается, бывают. Огромное спасибо, что в меня, может быть, поверили. Естественно, я буду показывать, что меня не зря взяли. Могла ли думать Ольга Зайцева этим летом, когда только-только вернулась в состав основной сборной страны, что на чемпионате мира именно ей предстоит стать главной героиней России? Наверное, нет. Ставки делали скорее на других. И даже когда в женской сборной грянул гром, от Ольги тоже не ждали сюрпризов. Впрочем, сюрпризов не ждали уже ни от кого из наших спортсменов. Мало того, что в Южной Корее им в принципе было не сладко, на Россию пошла настоящая травля. Со стороны тренеров других сборных, со стороны коллег-спортсменов, особенно усердствовали немцы. По мнению Магдалины Нойнер, у наших слишком хорошее настроение за столом. Непорядок. Катя Вильхин призналась, что разочарована в троице, попавшейся на допинге. Михаэль Рёш пошел еще дальше, назвав трио отстраненных мешками с грязью. Олейнер Бьёрн Даллен за русских заступился, сказав, ну сколько можно. С россиянами перестали здороваться, шептались за спинами. И это не могло не разозлить. Так же, как и медальная история с Максимом Чудовым. Нет, медаль у него, конечно, никто не отбирал, но хотелось бы понимать, как и почему принимаются и отменяются решения. И наши разозлились. Особенно израненная женская команда, которая в эстафетной гонке доказала всем, особенно Вильхин. Надо не трепать языком, а работать. И мы доказали, что живы, талантливы, сильны и достойны медалей. И если СМС с поздравлениями от российского президента шведскому биатлонисту может разве что присниться, наши спортсмены вполне реально могут рассчитывать даже на телефонный звонок.